В доме номер 7 на улице Кремлевской нет даже элементарных удобств. Чтобы в квартире было тепло, на одежде приходится самой заготавливать дрова. Отопления нет. Нужно топить печь. Дрова пилю. Вот у меня электропила. Вот электропилой напилю дрова и по мешочку сюда таскаю. У соседей печки не сохранились. Включают электрические обогреватели. Выходит, дорого, жалуются жители. Но отсутствие удобств не самая главная проблема. Люди боятся, что дом может просто рухнуть. Уже несколько раз в квартирах проваливался пол. Была я в туалете, услышала сильный шум на кухне. Я выскочила отсюда. Какое-то время на кухне пол летит в подвал. А потом через минуту, через две, и вот этот падает. Осталось только один унитаз торчать. Очень долгое время мы жили без пола. За водой ходили на колонку. Потому что раковина у нас недоступна была. Дом построен в 19 веке и находится в центре Владимира. Подвал этой двухэтажки приобрел популярность у маргинальных личностей. Собственники боятся, что бомжи или пьяные подростки могут поджечь дом. Подвал особенно сейчас беспокоит. Здесь проходной двор. Бомжи и молодежь, ребята. Это выходные дни, праздничные. Все туда идут гурьбой. Боимся пожара. Жители дома регулярно вешают замки на дверь в подвале, но непрошенные гости ломают и заходят внутрь. Вот здесь они обитают. Вот посмотрите, пожалуйста, вот одежда. То есть придут вечером и переоденутся. Я не знаю, но здесь вот постоянно какие-то обитают бомжи. Дом признали аварийным три года назад, но собственники до сих пор не знают, когда их переселят. Люди обращались к чиновникам, но те, по словам жителей, внятных ответов не дают. Все говорят, что ждите своей очереди, в 25-м году вас расселят. Но нас в 25-м не расселят, потому что мы не стоим в очереди ни в какой. Так они обязаны были в течение трех месяцев, когда наш дом признали аварийным, они обязаны были нас поставить в программу расселения. Вот это замкнутый круг получается. Они нас не ставят, а мы сами же не можем встать. В мэрии отвечают, дом признали аварийным в 2019 году, а ближайшая программа переселения рассчитана на здания, которые приобрели статус аварийных раньше. На реализацию у нас есть муниципальная программа по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Когда эта программа расселения в 2023 году у нас закончится, если мы ее решим полностью, будет издана новая программа. Я надеюсь, что этот дом в эту программу, в том числе этот дом в эту программу войдет. Еще один выход – найти застройщика, который предоставит деньги или жилье взамен. Но сделать это сложно. Дом стоит в историческом центре города. Так что людям придется подождать. Если дом войдет в программу, то жильцов расселят до 2025 года. Ольга Альфимова, Мария Гончарова и Дмитрий Шаталов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова